В сегодняшней презентации я хотела сделать введение и рассказать про iNaturalist в целом, про развитие проекта на платформе iNaturalist в Югре и наших результатах. В прошлом году мы активно работали и уже есть хорошие вещи, о которых можно рассказать. И в конце я расскажу о наших предыдущих акциях, и мы подойдем к марафону еще раз. И для новичков, если они здесь есть, то будут инструкции, как вести себя на платформе iNaturalist. iNaturalist в Югре. Как фотографии живой природы, сделанные любителями, делают неоценимый вклад в изучение и сохранение биоразнообразия. Ну и все мы натуралисты. Я, ты, он, она натуралисты в Югре. Вклад каждого неоценим. И наша миссия – это принять вклад любителей в изучение и сохранение биоразнообразия. Корни тяги людей к наблюдению природы уходят в глубину веков. Все понимают значение хотя бы в плане рекреации нашего нахождения и наблюдения природы. Может быть, меньший процент людей способны это свойство вырастить в хобби и наблюдение живой природы, видов растений, животных и грибов, вносить вклад в науку. Раньше это происходило часто во время общения между сообществом любителей и лектором, профессором, биологом, специалистом по какой-то группе. Часто в рамках общественных организаций, таких как орнитологическое общество, микологическое общество, ботаническое общество. И это давало возможность любителям учиться, а научному сообществу организовывать и собирать информацию от отдельных людей для того, чтобы потом использовать ее в научных публикациях. Но в последнее время, десятки лет, мы видим серьезные изменения в этом направлении. Благодаря появлению информационных технологий и интернет у нас появляются инструменты, которые дают качественный скачок в этой традиции. На слайде изображен рисунок, комикс известного финского художника и эколога Сеппо Лейнонин. Он часто рисует комиксы на экологическую тематику. Здесь изображена сцена тихой охоты, то есть сбор грибов versus охота тихая на грибы. Я нарисовала несколько стрелочек еще в дополнение к собственно утилитарной стороне этого процесса и начну вот отсюда. Первая стрелочка это то, о чем я сказала. Это организация полевых экскурсий в рамках организаций с любителями и лектором или экскурсоводом. Где каждый, кроме утилитарной стороны, может получить еще знания и общение и передачу опыта. Вторая стрелочка это чтение книг. Кроме просто сбора, это может быть консультация о съедобных ядовитых качествах, а может быть расширение кругозора о наблюдаемых грибах и тоже их свойствах. Ну и третья стрелочка, собственно предмет нашего разговора, это платформа iNaturalist, которую можно установить на смартфоне или можно установить на компьютере и использовать ее как справочник и больше. Собственно сюда входит и справочник, потому что там есть большая библиотека фотографий и инструменты, дающие возможность определять и сравнивать находку с видами организмов. И там есть сообщество специалистов, уже не один человек, который ведет экскурсию, экскурсовод, а десятки и сотни экспертов, которые могут помочь там определить, и можно пообщаться по поводу определения и других вопросов систематики, экологии, биологии этих организмов. Но это еще не все. iNaturalist это также дневник человека, то есть альтернатива тому дневнику, который вели раньше на бумаге натуралисты-любители. и возможность этот дневник-аккаунт открыть для всего сообщества для использования этих данных в реальном времени. То есть уже не нужно прилагать усилия к публикации этого материала, хотя усилия тоже нужно прилагать, но данные, которые собирает каждый отдельный любитель, становятся доступными, открытыми для широкого сообщества в реальном, что очень важно в реальном времени, то есть нет вот этого отставания, когда человек должен накопить, пройдет какое-то время, пока они опубликуются, здесь находки фиксируются и определяются в реальном времени. Одна сторона – это как любитель или как заинтересованный iNaturalist использует эту платформу, другая сторона – это как научное сообщество использует ее для уже решения научных, природоохранных и других задач с этим связанных. И здесь наши задачи, я имею в виду наше сообщество научное, которое работает в рамках Центра мобилизации данных о биоразнообразии ЮГРЫ, то есть перевода информации о находках видов живого в цифру. И здесь наше сообщество очень заинтересовано в использовании платформы iNaturalist. И в связи с этим мы ставим следующие задачи. Это привлечение широкого круга людей к наблюдениям природы, то есть просто познакомить людей с этой платформой. Не все знают. Когда узнают, то удивляются, почему я раньше не знал, и радуются. Но в России эта платформа используется не так давно, 3-4 года активно используется. Развивается она в Америке больше 10 лет назад, то есть до нас она дошла немного позже. И поэтому еще далеко не все знают о такой возможности. Затем вторая задача – это привлечение организаций, которые работают с биоразнообразием, с экологией, с мониторингом, к использованию этой платформы. То есть уже не отдельные люди, а организации, которые по-своему могут это реализовывать, иметь свои задачи. И это важно также ввести в программы самих организаций. Еще в наши задачи входит, собственно, регулярный менеджмент этого проекта. Сюда входит и организация таких подобных настоящей акций на платформе для того, чтобы привлечь внимание и активизировать работу, почувствовать, что мы команда. Затем поддержка, собственно, проекта через регулярные анонсы, обзоры. И очень важно, наверное, самое важное – это поддержка качества данных, это определение на платформе и привлечение специалистов-биологов к определению. Тоже не очень простой вопрос, потому что научные сотрудники часто заняты, и у них не хватает времени и сил на поддержку таких общественных проектов, любительских проектов. Но по своему опыту я знаю, что такие платформы дают большой вклад в изучение, собственно, биоразнообразия, в пополнение списков видов. Поэтому терять этот ресурс ни в коем случае нельзя. Ну и последняя задача – это анализ собранных данных и публикация статей, то есть выгрузка определенных наблюдений и их использование для написания, например, для переиздания красных книг, например, если это находки редких видов, для расширения списков видов по определенной группе. Эта работа, в общем, проводится по группам, по разным группам биоразнообразия, разными специалистами. То есть микологи могут объединиться и написать статью с анализом данных по грибам, ботанике по сосудистым растениям и так далее. Важен вот этот взгляд, пристальный взгляд таксономиста или специалиста по биоразнообразию определенной группы к вот этим наблюдениям, которые здесь накопились и которые могут иметь значение. Теперь я немножко сделаю зум-аут и познакомлю вас с ситуацией, как развивался iNaturalist в России в целом. И вот здесь сделана замечательная карта по регионам. Карта из презентации Максима Шашкова, одного из кураторов развития iNaturalist и GBIF в России. Он подготовил презентацию. На слайде изображены регионы России по степени участия людей в iNaturalist. Причем здесь не абсолютное значение, сколько человек работает на территории, а уже стандартизованное на территорию. То есть понятно, что плотность населения везде разная. И вот здесь этот пересчет был проведен. Таким образом, здесь можно сравнивать один регион с другим. И вот мы можем посмотреть на нашу территорию Западной Сибири, например. И мы видим, что масса наблюдений сделана в Республике Алтай, в Тайском крае Новосибирской области, где действительно работают активные сообщества iNaturalist. Может быть, в Республике Алтай меньше, но это горный регион, который привлекает людей. И здесь получается концентрация наблюдений за счет интереса людей, собственно, к стране. Но территория Югры тоже выглядит неплохо. А вот посмотрите, Дальний Восток, Камчатка. Замечательно развивается здесь работа, несмотря на низкую плотность населения и удаленность от столицы. Ну и, собственно, самая концентрация находится вот здесь, в Центральной России. Здесь не видно даже окраску регионов за счет вот этих диаграмм. Диаграммы нам дают тоже очень интересную информацию. Это доля наблюдений разных групп, птицы, растения, насекомые, грибы и прочее в регионе, в каждом регионе. И вот здесь, если просто не критически посмотреть на эту диаграмму, то можно подумать, что в Югре больше грибов, много растений, немного насекомых, птиц совсем нет. Наоборот, в Алтайском крае половину биоразнообразия составляют птицы, растения, а грибов совсем почти нет, много насекомых. Конечно, эти диаграммы отражают не собственное биоразнообразие, а активность людей и интерес людей к разным группам. Почему так получается? Чаще всего, конечно, это зависит от организаторов, которые запускают соответствующие проекты на данной территории. Например, в Алтайском крае, Новосибирской области, в Алтайском крае особенно активное сообщество birdwatchеров, орнитологов, соответственно, доля наблюдений птиц там больше. А в Московской области, благодаря проекту «Флора России», больше было собрано данных о растениях. Я уже говорила, что наблюдения на платформе iNaturalist делают большой вклад в пополнение научных баз данных. Посмотрим, как это в целом в России выглядит. Научной базой данных наблюдений за организмами является глобальная информационная система о биоразнообразии GBIF, куда поступают данные из коллекций, данные литературные, данные мониторинга, все, что в научной печати и в базах данных есть о находках видов. И в том числе сюда же поступают данные из платформ любительских наблюдений, таких как iNaturalist, eBird и другие. Так вот, в России есть, кроме iNaturalist, есть еще несколько систем или порталов любительских наблюдений. В основном получилось, что за птицами. Но сообщество birdwatchеров, орнитологов, оно исторически достаточно активное. И вот здесь мы видим, что среди наборов данных, хранящихся в GBIF, в первом рейтинге выступают такие любительские платформы в России, как iNaturalist, eBird, еще один набор по птицам и еще один набор по птицам. И вместе все любительские наблюдения в GBIF для России составляют треть, 30%. То есть 30% всех данных по биоразнообразию дают вот эти любительские платформы. Это очень много. С учетом того, что в том числе, что наука работает давно, а такие платформы, они относительно недавно появились. Динамика развития платформы iNaturalist в России во времени. Я уже говорила, что не так давно стала платформа популярной. И вот еще в 2017 году на iNaturalist в России работало несколько десятков людей всего. Сейчас это несколько десятков тысяч участников. И всплеск наблюдений начался в 2018 году. Вот в 2019 году летом был такой пик. Почему здесь проседание? Потому что это зима. И всегда в России зима будет приходить в депрессию по количеству наблюдений. А посмотрите, что случилось в 2020 году. Пик в три раза больше, чем в предыдущем 2019 году. Что будет в 2021 году, я не знаю. Но надеюсь, что активный этот рост продолжится. Очень важной характеристикой выявления биоразнообразия является степень. Сколько степень выявленности. То есть сколько еще новых видов. Это характеристика только количества видов. Кривая видового биоразнообразия для экологов и для биологов это известное понятие. И вот здесь показана эта кривая для всех наблюдений на iNaturalist по разным группам. Мы видим, что это логарифмическая шкала. И может быть не так хорошо видно. Но, например, видовое разнообразие птиц на платформе iNaturalist уже стремится к плату. Ну и, соответственно, такие группы, как грибы, насекомые, они еще продолжают расти. Одним из важных инструментов на платформе iNaturalist являются проекты. Проекты – это оболочка для организации работы людей в определенном направлении. Например, такая оболочка может включать таксономический фильтр или территориальный фильтр. Или это может быть территория одной ООПТ. Это могут быть краснокнижные виды, ну и так далее. Таких фильтров может быть много. И недавно я проанализировала число проектов на iNaturalist в России. Мне открылось около 300, но на самом деле потом, когда мы пообщались с коллегами, скорее всего, их, может быть, до тысячи проектов уже. Нету фильтра iNaturalist, который позволял бы все проекты экспортировать. Поэтому приблизительная оценка. Здесь вы видите самые красивые обложки, которые я нашла в случайном порядке. Может быть, далеко не все сюда красивые обложки попали. И посмотрите на разнообразие этих проектов. Птицы чуваши, герпета фауна Западной Сибири, флора России. Но это зонтичный проект, в который входят еще проекты всех регионов. Орхидеи России. Красивый проект, посвященный красивым растениям орхидеям. Вот достаточно оригинальный проект. Аудио наблюдения в России. Это в основном, конечно, звукозапись голосов птиц. Так работают орнитологи. То есть они умеют определять виды по голосам. Но не только птиц. Другие животные тоже издают звуки. И этот проект объединяет такие наблюдения. То есть там развивается сообщество. Есть эксперты, которые общаются между собой по поводу определения животных и птиц по голосам. Большой год 2021. Наверное, вы слышали, что такое Большой год. Это соревнования бёрд-вотчеров по наблюдению птиц. В основном виды там считаются. Но другие параметры тоже. Они в течение года целого, то есть это марафон длиной в год, соревнуются, кто больше будет наблюдать птиц в этот период. И, может быть, кто-то видел, комедия есть с одноименным названием «Большой год» американская. Это, собственно, про такое соревнование бёрд-вотчеров. Но она как раз про эту тему соревнования и жизнь бёрд-вотчера, который в течение года пытается занять первое место. Другие проекты, примеры. «Живая природа России» – это проект по границам ООПТ, то есть внимание уже на территории охраняемые и то, как там ведутся наблюдения. Другой проект – нелифинизированные аскомицеты России. Больше ракурс в сторону систематики, в сторону достаточно сложной группы. То есть это все аскомицеты, которые не лишайники. Например, сморчики туда входят. Ведёт проект специалист в этой группе, таксономист. И это помощь в определении этой сложной группы, непосредственно общение со специалистом. Другой очень важный ракурс – здесь охрана, здесь систематика и возможность определения сложной группы, которую мы часто не умеем определять. И существует потребность и недостаток в общении со специалистами в этих группах. Ну и другие проекты, в том числе проект биоразнообразия и ООПТ Югры, на котором я дальше остановлюсь подробнее. Это наш проект на территорию Югры, в котором многие из вас активно участвуют. Он был создан два года назад и включает проекты как по территориям всех наших ООПТ, это 24 проекта, так и таксономические проекты. И сейчас мы добавили ещё туда проект по Красной книге. Сейчас число наблюдений приближается к 25 тысячам. Ещё чуть-чуть мы не доросли, но я думаю, что вот эта неделя марафона, она уже достигнет этого рубежа. И по числу видов, это 2900 видов. Но это по всем группам. Затем у нас около 200 наблюдателей и около 1000 экспертов. Но нужно понимать, что это не только эксперты, которые живут и работают на территории Югры, это люди, которые определяются всего мира. То есть самый, наверное, большой плюс на платформе Айнатуралист, то что ваши наблюдения становятся доступными для экспертов со всего мира. Тут, конечно, нужно оговориться, что экспертом на платформе Айнатуралист может стать каждый. То есть здесь демократично. Здесь не нужно показывать диплом биолога или специалиста в определённой группе, чтобы стать экспертом. Но, тем не менее, здесь приходят в равновесие. То есть люди, которые... И есть определённая политика, как определять правильно, как не делать успешных определений. И роль активных экспертов сложно переоценить. То есть они работают очень хорошо. И если говорить на территорию Югры о том, сколько процент наблюдений у нас входит в Джи Бифф, то здесь по сравнению с Россией немного поменьше. У нас 20%. Это по сравнению с 30% в России. Но близко к тому. Остановлюсь на перечисленных параметрах немножко подробнее в следующих слайдах. Значит, я сказала, что в проект входит у нас 24 территории ООПТ. Это и заповедники, и вплоть до заказников и памятников природы. Но при этом пока мы имеем очень неравномерное распределение числа наблюдений между территориями. И вот вы увидите на этом графике 80% они относятся к территории Самаровского Чугаса. Это потому, что природный парк находится в черте города. И именно здесь мы инициируем массу мероприятий, акций. И, в общем, природному парку Самаровский Чугас повезло в этом плане. Но это создает вот такую картину дисбаланса вообще с другими проектами по территориям ООПТ. Однако есть пример и другой. Природный парк Кандинские озера. Они самостоятельно работают на своей территории и активно развивают айнатуралист в рамках своих мероприятий. И активные айнатеры там есть. Поэтому здесь тоже очень хорошая картина. Но 9 территорий ООПТ у нас еще остаются полностью серыми-белыми пятнами. Ни одного наблюдения на их территориях еще не сделано. То есть люди там не знают. Но, во-первых, территория труднодоступная. Может быть, она посещается только сотрудниками, собственно, этой территории. Буквально один-два инспектора. И они не знают или не умеют пользоваться айнатуралистом. То есть вот эта картина, она еще должна меняться. И на 10 территориях сделано от 1 до 200 наблюдений. То есть поменьше, чем у основных лидеров. И еще интересная цифра. Это почти половина всех наблюдений на айнатуралист у нас сделано на территориях ООПТ. Это, казалось бы, очень хорошее такое число. Потому что территории ООПТ у нас от общей территории занимают несколько процентов. При этом половина наблюдений сделана на них. Но, опять же, это в основном доля, наверное, природного наблюдений на этой территории в Самаровском Чугасе. Вот так выглядит наша карта. И еще раз мы видим, что концентрация в районе тех самых названных природных парков, но и также в районе городов. Конечно, это всегда будет сохраняться. То есть люди, где живут, там и наблюдают. И большие города, они всегда притягивают к себе ракурс наблюдений. Но вот также заповедник Юганский. Также вот особенно хочется отметить природный парк Нумто, который расположен на самом севере Хмао и до ближайшего города, где, собственно, расположен офис природного парка достаточно далеко. И, тем не менее, там уже есть наблюдения. Ну и, конечно, Урал, северный и приполярный, привлекает специалистов по биоразнообразию. И там тоже будет концентрация постепенно увеличиваться. Доля разных групп организмов в наблюдениях на Айнатуралист, как у нас выглядит. Мы уже видели на территорию России, и там же была диаграмма на наш округ, но еще раз к ней вернемся немножко более подробно. Это уже по видам, это не по наблюдениям. У нас около трех тысяч видов. Из них большую долю составляют насекомые. Но это не странно, потому что насекомые – это одна из разнообразнейших групп на Земле вообще. Грибы вообще по биоразнообразию близки к насекомым, но здесь у нас число их видов сейчас поменьше. Затем идут растения и птицы. Но вот эта вот доля большого разнообразия видов насекомых, она замечательна очень. И это благодаря, в общем-то, работам одного наблюдателя на Айнатуралист. Это Александр Карипанов, который занимается макросъемкой и делает замечательные фотографии очень точной насекомых. Только это позволяет определять специалистам его наблюдения до вида. Иначе часто загруженные наблюдения насекомых у нас не доопределяются из-за качества наблюдений. То есть там, конечно, важны микродетали для определения насекомых. Не только Александр Карипанов. Еще там есть несколько энтомологов, которые загружали наблюдения насекомых. Поэтому не хочу обидеть остальных. Еще один важный параметр для рассмотрения среди остальных – это доля исследовательских наблюдений. Исследовательскими наблюдениями на Айнатуралист называются те, которые подтверждены специалистами и получили статус research grade или исследовательский статус. Это происходит после достижения между экспертами консенсуса в определении. То есть нет разногласий, когда один думает так, а другой думает по-другому. Оба или два, или три, или больше человек думают одинаково. И после этого наблюдения получают исследовательский статус. И только такие наблюдения, собственно, выгружаются в глобальную информационную систему по биоразнообразию GBF. Ну и, собственно, вот этот сигнал, когда наблюдение получает исследовательский статус, служит для биологов меткой, что этому наблюдению можно доверять, можно его использовать в научных публикациях или для природоохранных работ. И вот доля таких наблюдений с подтвержденным статусом у нас две трети. И одна треть вот она сейчас еще теряется. То есть для науки она остается под сомнением ее использование. И две причины у этого. Первая – это недостаток экспертов по определенным группам. То есть недостаточно специалистов, таксономистов, систематиков работают на платформе iNaturalist. Особенно это чувствуется в группе лишайники, насекомые, грибы. Те, которые вообще сложно определять. И много сомнений по поводу определения по фотографиям. Но все-таки это можно делать до определенной степени. И такие специалисты нам, а iNaturalist, очень нужны по-прежнему. А вторая причина, почему наблюдения попадают вот в этот сектор – это недостаточное качество наблюдений. Собственно, даже при наличии специалиста он иногда может остановиться на определении до таксона уровня семейства или род. Он не может дальше определить, потому что на фотографии недостаточно сфотографировано признаков таксономических. Или не используется макросъемка, или какие-то проблемы с фокусом, ну и так далее. Какие-то группы, в принципе, по фотографиям без микроскопирования нельзя будет определить. Это нужно, конечно, понимать до окончательного видового статуса. Если только, опять же, iNaturalist, пользователь не погрузится еще глубже и не начнет собирать свои наблюдения в коллекции, и тем самым давать возможность специалистам их уже рассмотреть или самостоятельно сесть до микроскопа и их рассмотреть, то здесь нет предела. Конечно, можно все определить до вида. Если есть коллекции, если есть сборы, то уже и тем более. Следующий параметр, очень важный, это наличие в наших проектах наблюдений краснокнижных видов. Я вчера только сделала проект внутри нашего зонтика, который сейчас включает в себя фильтр на все таксоны, занесенные у нас в Красную книгу Югры. Это у нас около 300 видов растений, животных, грибов, всех групп, и все они сейчас попали вот в этот проект в качестве фильтра. Теперь мы можем наглядно видеть, сколько наблюдений на платформе iNaturalist у нас в рамках Красной книги сделано. Это вот такое число сейчас наблюдений. И замечательно то, что, вернее, 876 наблюдений – это всего 3,5% от всех наблюдений на натуралисте в Югре. То есть небольшая совсем доля краснокнижных видов. Но это и понятно, потому что фотографируемые массовые, обычные виды, а в Красную книгу вносят наоборот – редкие и исчезающие. Этот процент, наверное, всегда будет сохраняться, если только мы не начнем пристально охотиться за редкими видами специфичными. Сколько видов? 139. Я уже сказала, что всего у нас в Красной книге около 300 видов, а сюда попало 139, то есть 37% от всего списка Красной книги у нас зафиксировано в iNaturalist. Ну, тоже неплохо, хотя, может быть, можно и больше. И хочется выразить благодарность всем наблюдателям, которые делают наблюдения редких видов. Это один из ценнейших ресурсов, которые важно охранять, и данные о них. И для того, чтобы охранять, нам нужны данные о них. Можно напомнить то, что на платформе есть инструмент для загрубления координат для редких находок. Если вы чувствуете, что этому виду что-то может угрожать, то лучше при загрузке данных такого вида нажать эту кнопку. Как это сделать? Есть технические рекомендации. Там несложно. Один крыжик нужно поставить, одну кнопку нужно нажать, чтобы это произошло. При этом координата исходная, она сохраняется в системе. Вы можете ее открыть для определенных пользователей. Если, например, у вас научный сотрудник попросит эти координаты, и вы сами, у вас в аккаунте она будет сохраняться, эта координата. То есть она не теряется. И научная значимость вот этого очень большая. То есть исходная координата не теряется при загрублении. Ну и что еще хочется сказать про Красную книгу. Особенно вот вклад любителей в айнатуралист здесь чувствуется, потому что на поддержание, на изучение видов Красной книги традиционно выделяются проекты государством. Департамент природных ресурсов у нас за это отвечает. Организуются экспедиции, ведется работа научных сотрудников. И если финансирование сужается, то работ, соответственно, происходит меньше. Но здесь мы видим другой бесплатный волонтерский сектор, который вносит вклад в тот же самый процесс совершенно добровольно и вот через такой любительский вклад. Остановлюсь на следующем параметре. Это вклад разных, вклад участников, вклад людей в наблюдение. Я уже говорила, что в Югре у нас около 200 наблюдателей. Это замечательно. Две сотни активистов. Но если более пристально рассмотреть, то мы видим разную долю участия людей. И, собственно, около 90% наблюдений сделано всего 15 наблюдателями. То есть небольшой школьный класс работает и составляет 90%. И если еще более пессимистично, то около половины наблюдений всего три пользователя. То есть три активных человека, которые половину наблюдений делают вклад. Но равномерность вовлеченности, есть индекс, который можно посчитать. И если отложить этот индекс по годам, то равномерность вовлеченности и в Югре, и в России постепенно увеличивается. То есть больше людей узнают, больше втягиваются. Мало узнать и сделать одно наблюдение. Важно еще втянуться и начать это делать систематически. То есть почувствовать себя в роли этого натуралиста, перевести это в ранг хобби, постоянно к этому возвращаться и работать в этом направлении. И мы надеемся, что дальше этот показатель также будет увеличиваться. Ну и вот здесь я фотографии тех самых ведущих айнатеров в Югре показала. Не все мне удалось сейчас найти. В будущем соберу их побольше. Но вы видите, что это люди, которые живут в природе, живут своими хобби. И вот все они сделаны в такой среде наблюдений на природе. Последнее, о чем я хотела рассказать, это акции, подобные той, что сейчас у нас началась сегодня. Акции на платформе Айнатуралист. Цель таких акций – это, во-первых, сплотить нас, почувствовать себя командой, немножко посоревноваться, сколько я могу сделать наблюдений и видов. Ну и привлечь внимание. То есть каждая акция – это рекламная кампания. И цель у таких акций в том числе – это привлечь тех самых новых людей, которые еще не знают, но могут через рекламную кампанию или через акцию об этом узнать. И соревновательный аспект. Может быть, это не так хорошо, хотя, с другой стороны, почему бы и нет. Но есть еще такая вещь. В ходе соревнования ты как бы чувствуешь некоторый предел, вот тот самый предел видового разнообразия, который ты знаешь, ту самую кривую видового богатства. Например, прошлым летом был один челлендж международный, в котором я участвовала, и там параметр был количества видов, только количество видов. И во время этого соревнования, он проходил 4 дня, я очень быстро почувствовала, что количество видов растений в районе Ханты-Мансийска у меня уже подходит к плату, а нужно было дальше еще, это был командный зачет, нужно было дальше еще пополнять виды. И я прямо соприкоснулась с этим небольшим относительно видовым богатством растений в одной точке, естественно. То есть, либо мне нужно было переехать куда-то в другую зону, может быть, там в район сосняков песчаных, или еще в какую-то другую точку, где биоразнообразия было бы больше. Либо мне нужно было переключиться на другую группу организмов. Например, я переключилась на грибы, и сразу пошла опять вверх, это кривая биоразнообразия. То есть, в ходе соревнования можно еще раз вспомнить вот эту экологическую составляющую. И это стимул, в общем-то, к изучению биоразнообразия в других группах, потому что, например, лишайники могли бы внести большой вклад в разнообразие видов, а я их не знаю, то есть я их не умею различать, и поэтому можно начать изучать следующую группу организмов, ну и насекомые тем более. Итак, какие акции существуют у нас в Югре? Первая акция, которую мы запустили в прошлом году, весной, называлась City Nature Challenge. Это международное соревнование между природой, изучением биоразнообразия природы городов, внутри городских границ официальных. И Россия в целом участвовала в прошлом году, в первый раз в этом соревновании. Официально в России участвовало три города, и неофициально около 20 городов, то есть вне зачета, то, что называется. И в Ханты-Мансийске, Ханты-Мансийск был в числе этих 20. Значит, в наши задачи входила организация рекламной кампании, чтобы привлечь новых наблюдателей. Мы делали разные виды рекламы в соцсетях, в СМИ, и видеоролики наши традиционные, и вот такие анонсы. Но, к сожалению, вообще начало марафона совпало с началом эпидемии. И вот, собственно, картинка на анонсе это отражает. То есть нам пришлось делать наблюдения под ограничениями серьезными. И в результате, в итоге акции участвовало всего пять человек, и все они были старички, то есть рекламная кампания не помогла. Но было сделано больше тысячи наблюдений и 360 вида. Из них было около 60 находок охраняемых краснокнижных видов, и там еще было много интересных результатов, интересных находок. Собственно, мы были рады тому, что мы запустили эту акцию, но я ее назвала, присвоила ей статус личиночной. По числу наблюдателей всего пять человек. Но мы надеемся, что дальше она будет развиваться и превратиться и в куколку, и в имага, и активно у нас будет проходить эта акция в городах, в рамках международного соревнования. Но еще есть один фактор. В Югре это соревнование проходит слишком рано, в апреле, когда только еще у нас начинает сходить снег. Но этой весной нам повезло, была ранняя весна. А вообще это может быть и хуже. И, конечно, мы не соберем достаточно высокое биоразнообразие в это время. И, честно говоря, мы его и не опишем. То есть, если мы говорим о конечном результате, это описание биоразнообразия территории наших городов, а не только образовательная акция, то сделать это в конце апреля невозможно у нас. Поэтому мы решили, что в Югре мы будем еще проводить региональный челлендж между городами. И вот его мы уже дату назначили на правильное время, на август. Может быть, еще нужно сместить поближе к июлю, чтобы разнообразие растений было больше цветущих. И для городов Югры мы решили организовывать отдельно от мирового соревнования челлендж городской природы Югры. Значит, смысл этой акции в том, чтобы привлечь наши города, ну и крупные поселки, к соревнованию между именно населенными пунктами. Значит, в прошлом году, это было 14-16 августа, нам удалось привлечь 6 городов, но, правда, потом в одном не было сделано наблюдений в Нефтьюганске, а 5 городов активно участвовали. Уже было 22 участника в личном зачете, и было сделано 1500 наблюдений. Ну, может быть, можно, опять же, и больше, и будем дальше надеяться на рост этой компании. И последнее наше мероприятие, акция, которое проходило в вегетационный сезон, была посвящена одной группе – грибам. Это связано с тем, что у нас работает Сибирское мекологическое общество, но еще и с тем, что осень – это пора тихой охоты. И в Музее природы человека в Ханты-Мансийске у нас проходит грибной фестиваль. И вот к этому фестивалю в неделю фестиваля с 7 по 13 сентября проходила акция «Грибной марафон». Целую неделю, потому что мы решили не торопить людей в тихой охоте. Это такое занятие для души. В течение недели можно было выйти в лес, пофотографировать грибы и загрузить их. В итоге число регистраций перевалило за тысячу. В общем, похоже с предыдущими акциями. И география была замечательная, интересная. Многие города и даже приполярный Урал приняли. То есть там были сделаны наблюдения. И приняло участие 20 наблюдателей. Примерно то же самое число, что и в предыдущей акции. Но это хорошо. И вот мы подошли к нашей текущей неделе. Акция «Под снегом» на Айнатуралист будет проходить у нас сейчас. Условия конкурса этой акции по сравнению с другими. Она временные рамки тоже неделя, тоже неспешный марафон. Потому что зима не у всех и рабочие дни. Это не лето, пора отпусков. Не у всех будет время выйти в определенный день. Но в течение недели, я надеюсь, что у многих оно появится. Потом зима, конечно, это сложное время для наблюдений. Я уже говорила. Но все-таки это очень специфичное и очень интересное следопытское время. То есть наблюдать за птицами, которые редко появляются. Но, может быть, побольше на кормушках. Фотографировать растения, которые уже не во всем своем цвету, а похожи на те самые гербарные былинки, которые сложно определить. Ну и другие группы. Грибы на деревьях, трутовые грибы в основном. Лишайники на коре деревьев. Но будем надеяться, что у нас появятся эксперты по лишайникам тоже. Так, географический охват Югра. У нас в ролике там прозвучала территория Самаровского Чугаса. Это немножко ошибку я сделала в тексте. Территория у нас вся Югра включается. То есть все участники со всей территории Югры могут принимать участие. Таксоны. Все организмы. Не фокусируемся на определенной группе. И победители выявляются по числу наблюдений и по числу видов. Победители будут объявлены в понедельник следующий, через неделю. Заглядывайте на проект на самой платформе. И там будет виден и рейтинг наблюдателей. И, собственно, разнообразие тех самых наблюдений, которые туда будут загружаться. И мы будем видеть наблюдения друг друга. Кто что сумел наблюдать. Последние два слайда для совсем новичков. Хотя мне кажется, что здесь сейчас в основном присутствуют те, кто уже знакомы с платформой iNaturalist. Но все-таки, как начать делать наблюдения на платформе? Вам нужно установить, собственно, программу либо на смартфон-приложение, либо на компьютер-браузерная версия. И в той, и в другой можно полноценно участвовать и в соревнованиях, и вообще. И разница в том, что на смартфоне вы можете непосредственно фотографировать и сразу загружать наблюдения через приложение с геопривязкой. И в реальном времени, которое прописано в фотографии. Важно включить при этом геопривязку у вас на смартфоне. На компьютере удобнее тем, что вы можете спокойно походить по лесу с телефоном и с фотоаппаратом, не отвлекаясь на загрузку. А придя домой, с телефона или с фотоаппарата сбросить на компьютер и загрузить. На компьютере удобнее, наверное, оптом загружать не по одному, а загрузить оптом. И с помощью мышки, клавиатуры может быть удобнее работать кому-то. Но в целом это равносильные способы, чуть-чуть побольше функционала для работы, но уже для более глубокой работы, для работы с экспертом, больше на браузерной версии, то есть с компьютера, с аккаунта через компьютер. После установки и первой пробы пера желательно познакомиться с инструкциями, которые у нас есть сейчас в достаточно большом количестве. Уже если вы просто погуглите или в соцсетях посмотрите на тег iNaturalist, есть много инструкций, подготовленных разными группами. И в Москве в рамках проекта «Флора России», и в Алтайском крае, и в Новосибирской области работают активные группы, и каждая группа, в общем-то, готовит инструкции для своих участников как бы по-новому. Но под разным углом обычно они освещают разные аспекты, и можно знакомиться с разными инструкциями. Но инструкции, которые были подготовлены нами в Югре, они вот здесь есть на двух ресурсах, которые вы можете посмотреть. Первый ресурс – это наш сайт, посвященный оцифровке и мобилизации данных о биоразнообразии на севере Западной Сибири. Вот в этой вкладке «Участие» и «iNaturalist» в Югре есть инструкции и видеозаписи о том, как, собственно, загружать, как определять по разным инструментам. Я делала запись видеоинструкций. Там же есть и немножко переводов бумажных инструкций, мануалов с сайта «iNaturalist». Здесь сбоку вы видите перечень тех акций, которые были у нас, и текущие акции, можете посмотреть результаты или ролики или ход выполнения предыдущих марафонов. Ну и, наконец, есть группа ВКонтакте, где у нас анонсируются текущие мероприятия и тоже публикуются и популярные статьи на эту тему, и инструкции, и делаем мы перепосты из других групп в области любительской науки на «iNaturalist», кто чем занимается. Ну и самое последнее. Я здесь хотела собрать список публикаций научных с использованием данных с «iNaturalist», но пока добавила сюда только одну публикацию. Собственно, наверное, она сейчас основная. Это статья, написанная на основе проекта «Флора России», то есть по растениям на «iNaturalist». Этот проект запущен в Гербарии МГУ специалистами, ботаниками, собственно, кураторами Гербария, и он напрямую используется для переиздания флоры России по группам таксономическим, по регионам. И, собственно, вот анализ данных, собранных за два года, с 2018 года он был создан до 2000-го. И анализ активностей и анализ результатов вот в этой статье приведен. Как я уже говорила, одним из важных конечных продуктов является использование любительских наблюдений с платформы в научной печати. И в наши задачи тоже входит анализ этих данных на территорию Югры и их использование. Но самый первый пункт – это использование, наверное, наблюдений краснокнижных видов для переиздания красной книги, которая скоро будет происходить. И затем, я думаю, что мы будем концентрироваться на отдельных группах. Например, микологи плотнее поработают с наблюдениями грибов на платформе iNaturalist и обязательно напишут статью, потому что я уже знаю, что несколько новых находок для региона было сделано с помощью iNaturalist в этом году. И несколько редких видов и краснокнижных тоже было найдено. Это именно по грибам. Ну а по другим группам важно, чтобы появились заинтересованные специалисты, которые были бы готовы взять эту работу на себя. На этом я презентацию вводную заканчиваю и буду рада ответить на ваши вопросы. Но и не только вопросы, а если вам нужны сейчас инструкции непосредственно по инструменту, я могу открыть iNaturalist и показать что-то, как делать руками. Вы можете прямо задавать вопросы, если у вас есть какие-то проблемы или недопонимание, как использовать определенные инструменты или как что-то делать на iNaturalist. Итак, я тебя даю! Программатику!